Достигай Израиль и весь мир Баруха Шем, возлюбленная, благословенно имя Господа. Сегодня нас ожидает очень важный выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Синтия, сегодня мы закончим говорить об осенних праздниках и обсудим последний осенний праздник – Кущи, или, как мы говорим на иврите, Суккот. Это слово означает «шалаши», в которых евреи жили целых 40 лет. Я в восторге. Йом-Кипур – это очень серьезный праздник. Он указывает на наши грехи и на необходимость в Спасителе. А потом наступает праздник Кущи. Это праздник радости и торжества из-за всех Божьих благословений. праздник всех плодов, которые Он нам подарил. И главное – того, что Он поселился среди нас. Иешуа, приди в сегодняшнюю программу и поселись с нами. Живи с нами всегда во имя Иисуса. Сегодня мы продолжаем серию о Господних осенних святых днях. Если вы не видели предыдущие выпуски, то я рекомендую вам посмотреть их. Это последний, четвертый выпуск данной серии. Мы начали с Роша Шаны, или «Праздника труб». Когда шафар звучит, он провозглашает, что нам нужно пробудиться, потому что нас ожидает суд. Роша Шана готовит нас к следующему празднику под названием Йом-Кипур. Согласно еврейской традиции, именно на Йом-Кипур Господь принимает решение о том, что будет происходить в жизни каждого человека в следующем году на основании их отношений с ним. Шафар звучит на Роша Шану, который также называют Йом-Труа, или «Праздник труб». Он отмечается в первый день седьмого месяца еврейского календаря под названием Тишрей. Когда шафар звучит «в первый день Тишерея», еврейский народ понимает, что через десять дней произойдет Йом-Кипур. Они проходят через период глубокого покаяния, чтобы подготовиться к Йом-Кипурам, чтобы, когда Господь будет принимать решения по их жизни, Он был к ним благосклонен. Как верующие, мы знаем, что наша судьба уже решена благодаря крови Иешуа, но нам все равно нужно пробудиться и осознать, что Иисус возвращается, и Он воздаст каждому человеку по делам. То есть это время, когда мы, верующие в Иешуа, слышим этот звук. Даже если вы не слышите звук настоящего шафара, пожалуйста, поймите, что наступит день, когда шафар зазвучит с небес, когда Иисус вернется на землю, и нам нужно быть готовыми, потому что Он воздаст всем по делам. Поэтому вам нужно уделить время тому, чтобы обследовать свою жизнь и убрать все то, с чем нужно разобраться или изменить. Возможно, у вас неправильное отношение. Или вы циничны, или слишком критичны. И это время в году как раз для покаяния. Нам нужно посмотреть на себя, потому что Писание говорит, если мы будем проверять себя, то Господу не нужно будет разбираться с нами. Итак, на Рош-Ашану звучит шафар. Он провозглашает приближение Йом-Кипура. И нам нужно проверять себя. А на прошлой неделе мы говорили именно о Йом-Кипуре, о Дне искупления, и о том, что кровь животных в Ветхом Завете была прообразом смерти Иисуса на кресте. Христос — это воплощение совершенства. Он — Бог, облегшийся в человеческую природу. Божий Дух в человеческом теле. Когда Он пролил Свою кровь на кресте, когда они пронзили Его копьем, и потекла кровь, кровь Йешуа безгранично совершенна. Его кровь покрывает ваш грех раз и навсегда. В прошлом, настоящем и будущем. В Послании к евреям сказано, что больше нет нужды в жертвоприношении животных. Мы больше никогда не будем в этом нуждаться. На прошлой неделе мы говорили о Йом-Кипуре, а сегодня мы переходим к последнему празднику, который описан в книге Левит 23 главе. Речь пойдет о Суккоте, или о празднике Кущей. Я хочу показать вам связь между этими праздниками. Итак, шафар звучит на Йом-Труа, или на Рошашану. Он призывает нас проснуться и приготовиться к суду. Затем наступает Йом-Кипур. На Йом-Кипур у нас очень серьезное время. В детстве, когда я ходил в синагогу на Йом-Кипур, там была невероятная тишина. Все были очень серьезные. Йом-Кипур — это осознание того, что человек имеет проблемы с грехом. И поэтому нам нужно смиренно прийти к нашему Творцу. А еще на Йом-Кипур мы осознаем, что Бог по своей любви и милости своей предоставил средства от наших грехов. Это кровь. В Ветхом Завете это была кровь невинных животных. Но это лишь прообраз совершенной крови Иисуса. А когда на Йом-Кипур мы осознаем, что наши грехи прощены, мы можем перейти к следующему и последнему празднику, а именно Суккот и Кущи. И делаем мы это с благодарением. Повторю это еще раз, чтобы вы все поняли. На Рошашану звучит труба, и мы осознаем, что нам нужно покаяться. На Йом-Кипур мы приходим в синагогу. Конечно же, я рассказываю о своем детстве. На Йом-Кипур мы приходили в синагогу очень серьезными, потому что понимали, что мы грешим, и нам нужно прощение. Поэтому мы приходили в синагогу со смиренным духом. А после Йом-Кипура мы можем ожидать праздник Кущи, праздник радости. Мы прошли процесс покаяния, и теперь знаем, что наши грехи прощены. Йом-Кипур был полностью исполнен в Иисусе. И теперь, когда мы знаем, что наши грехи прощены благодаря крови Иешуа, мы можем радоваться на праздник Кущи. Кущи — это праздник благодарения и радости. Еще он называется Суккот. Давайте я прочту вам о нем в книге Левит, 23 главе. Начнем мы, пожалуй, с 39 стиха. Тут сказано, а в 15-й день, 7-го месяца, вы помните, 7 — это святое число. В течение этого 7-го месяца есть 3 святых дня в еврейском календаре. Все эти числа святы. И 7, и 3 — это святые числа. Например, в книге Откровения говорится о трех духах перед троном Господа. 7 дней недели, как все вы знаете. Поэтому мы понимаем, что 7 — это число полноты. Также число 3 — это святое число. Вы знаете, Отец, Сын и Дух Святой. Мы говорим, Святая Троица. В храме был внешний двор, святое, и святое святых. А еще Авраам, Исаак и Иаков. Суккот проходит в 7-й месяц. 7 — это святое число, а в этом 7-м месяце 3 святых дня. В 15-й день 7-го месяца. В Евангелиях Иисус сказал Своим ученикам, «Я даю вам власть над злыми духами, и мы видим это повсюду». Приведите сюда эту женщину. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса, Сатана, я приказываю тебе уйти. Откройте глаза и посмотрите на меня. Сатана, ты лжец. Я приказываю тебе уйти. Я приказываю всем демонам уйти. Во имя Иисуса, откройте глаза. Бог любит вас. Он не проповедовал о демонах, а просто служил. Иногда он просто чувствует дух, и демоны начинают проявляться. Я думаю, что это сила Божьего присутствия. Сила Божья сходит с небес. И поэтому мы видим все эти демонические проявления. Они не могут устоять, поэтому начинают проявляться. Им приходится убегать, и они убегают. Любовь Иисуса так сильна. Его красота так могущественна. Его мир такой большой, что как только эти демоны попадают в присутствие Иисуса, они вынуждены уходить. А вот как все просто. Это конфронтация между злыми духами и духом Иисуса. Они не могут конкурировать с миром Божиим. Они сразу же уходят. Сейчас мы продолжим читать, но еще хочу сказать, что Иисус не только отмечал праздник Кущей, но еще и исполнил этот праздник. В книге Захарии написано, что во время Тысячелетнего Царства весь Божий народ будет отмечать праздник Кущей. Праздник Кущей — это единственный праздник, который будет отмечаться во время Тысячелетнего Царства. Первыми этот праздник начали отмечать евреи. Мы сейчас прочитаем об этом. В Евангелии от Иоанна, 7 главе, сказано, что Иисус тоже отмечал праздник Кущей. Он отмечал его в храме, как и положено иудеям. Именно во время этого праздника он сказал, что у верующего в него из живота потекут реки воды живой. И он сам стал исполнением этих слов. Но будет еще будущее исполнение праздника Кущей. Захария говорит нам об этом через Духа Божьего. Он говорит, что в то время, когда Иешуа будет царствовать на земле, все люди Божии придут в Израиль, чтобы поклониться царю во время праздника Суккот. После этого вступления мы с вами перейдем, наконец, к 39 стиху. А в этом стихе говорится о том, что называется «Лулов». Наверняка вы не слышали этого слова. Но давайте вначале прочитаем Священное Писание, 39 стих. «А в 15-й день, 7-го месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень 7 дней. В первый день покой и в восьмой день покой». В первый день возьмите себе ветви, красивых дерев, ветви пальмовые, и ветви дерев широколиственных, и верб речных. И веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. Итак, «Лулов» — это обилие красивых ветвей, о которых мы читали в 40 стихе. Ветви лиственных деревьев и цитрус. Мы берем все это вместе и сотрясаем перед Господом. Это называется «Лулов». Это символ Божьей красоты и обеспечения. Когда мы машем «Луловом» во всех четырех направлениях, то таким образом мы показываем, что все доброе в нашей жизни, вся красота и изобилие пришли к нам как дар нашего Творца. Мы будто бы говорим «Спасибо, Бог, все хорошее, что есть в моей жизни, пришло от Тебя». Получается, что это праздник благодарения. И Господь конкретно говорит, что именно мы должны делать во время этого праздника. В 39 стихе сказано, что мы должны отмечать праздник Господа. В Торе мы читаем, что Бог навел суд на Израиль за то, что они не были благодарными и не радовались перед Ним. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что не быть благодарным Богу за все Его блага? Это очень серьезный грех. Если мы неблагодарны, и у нас нет благодарности, если мы не показываем Богу, что ценим Его за всю Его благость и добрые дары, то Он может не только забрать все эти блага, но принести ситуации, вызывающие боль, чтобы научить нас быть благодарными. Если вы запомните из этой проповеди только это, то этого больше, чем достаточно. Послушайте еще раз. Тридцать девятый стих. Господь говорит так. А в пятнадцатый день с седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте. А в следующем стихе Господь говорит нам собрать красивые ветви и цитрус, похожий на лимон, и махать ими перед Господом, тем самым благодаря Его за все блага в нашей жизни. Господь говорит нам, празднуйте, будьте мне благодарны. Он говорит это не один раз. Как я уже говорил, Израиль был осужден за то, что они не были благодарными. А как насчет вашего здоровья? Вы здоровы сейчас? Тогда откройте уста и поблагодарите Бога. Если вашего здоровья не будет, то вы почувствуете ужасную боль и осознаете, что здоровье — это ценный дар. Возможно, вы сейчас нездоровы, но есть и другие вещи, за которые можно быть благодарными. За детей, мужа или жену, крышу над головой и любовь Божия к вам. Иногда люди спрашивают меня, как я поживаю? Я отвечаю им лучше, чем я заслуживаю. Это можно сказать о каждом из нас. Разве мы не живем лучше, чем заслуживаем? Правда в том, что даже наша жизнь — это дар. Наша жизнь — это дар. Бог не должен был нас создавать. Мы здесь потому, что Бог создал нас. И это дар. Даже если сейчас вам больно, то вы все равно каждый день можете выбирать Бога, веру и победу. Если у вас сейчас трудности, то знайте, что вечером может быть печаль, но утром приходит радость. Пожалуйста, подумайте об апостолах. Одного сварили в масле, другого повесили вниз головой. Их мучили и убивали. Их жизнь отнюдь не была простой. Но, несмотря на это, они сохранили веру в Бога. Они были благодарными. И за это они были вознаграждены величием. Помните, что Бог любит вас, поэтому будьте благодарны. Так же, как и говорится дальше в 42 стихе. «В кущах живите семь дней». Всякий туземец, израилитянин, должен жить в кущах. На иврите кущи или шалаши — это суккот. А один шалаш — это сука. Они сделаны из веток, с листьями и других природных материалов. евреи живут в этих деревянных конструкциях во время праздника суккот. И это напоминает им о времени, когда они были в пустыне. Там у них не было ничего, кроме Бога. У них не было домов из кирпичей, у них не было страховки, у них не было сорока-часовой рабочей недели. У них не было ничего, кроме Бога. Бог обеспечивал их целых сорок лет. Бог велел им каждый год жить в этих шалашах, чтобы напомнить им, что все, что нам на самом деле нужно, это Бог. Если вы поставите Бога на первое место в жизни, то все остальное приложится. Поймите, даже если вы потеряете все, у вас все равно будет достаточно, и вы все равно будете в порядке. Потому что Бог с нами, и Он покроет все наши нужды по Своему богатству через Ишуаха-Машеха. Праздник Кущи — это праздник радости и благодарения. И он напоминает нам о том, что все, что нам на самом деле нужно, это Бог, и Его всегда будет достаточно. Помните, Иисус сказал, «Я всегда с вами, даже до скончания века». Если вы здоровы, то я прошу вас, опуститесь на колени и начните благодарить своего Творца. Благодарите Его за жизнь и возможность жить и любить, и также за обещания небес. Также, как я сказал несколько минут назад, скажите спасибо за свое здоровье. С вами был Равин Шнайдер. Бог любит вас. Божьи благословения вам, возлюбленные, и шалом. Он — все, что нам нужно. Вам не нужно больше ничего. Нам нужно понять, что Он — наше все. И нам не нужно больше ничего. В моей жизни было время, когда я занимался бизнесом. Я думал, что завишу от людей, но затем я отпраздновал Суккот, праздник Кущий. Я сидел в нашем шалаше на заднем дворе и думал, насколько я завишу от других людей в развитии моего бизнеса. И тогда Дух Святой проговорил ко мне. Это была божественная интуиция. Я не слышал голоса, но почувствовал, как Дух Святой сказал мне, «Тебе не нужны все эти люди. Тебе не нужно полагаться на них. Просто положись на меня». И вот именно это тогда меня освободило. И после этого праздника я почувствовал совершенный мир. Я больше не полагался на людей. Я понял, что просто не могу на них полагаться. Они ведь смогут подвести. Я положился на Господа, и это принесло мне огромную свободу. Ух ты! Чистая правда. Мы не можем положиться ни на что и ни на кого в этом мире. Все подведет нас. Но последнее время Господь начал показывать мне, что Бог — наш родитель, и Ему приходится нас перевоспитывать. У некоторых из нас хорошие родители, но ни у кого нет идеальных родителей. родителей, в которых нет страха или гнева, ничего, кроме безусловной любви и совершенного мира. У меня есть такой родитель. И, знаете, он говорит со мной и ходит со мной повсюду. Он помогает мне понять, какой он на самом деле. он помогает мне понять, какая я на самом деле. Он поселился во мне, чтобы перевоспитывать меня, и чтобы я могла ходить в полном покое от того, что все мои нужды покрыты. И у него есть план для меня, который он открывает мне через свой Святой Дух. Он живет во мне каждую минуту. Аминь. Книга Откровения заканчивается словами о том, что мир стал Царством Божиим. И теперь Бог, послушайте внимательно, поселился среди людей. Вот о чем говорила ты, и вот почему праздник Кущий приносит такую свободу. Нам нужно осознать, что у нас есть Бог, и Он покроет все наши нужды по Своему богатству во славе Иисусом Христом. Также еще раз хочу сделать акцент на том, чтобы вы благодарили Бога за то, что вы уже имеете. Праздник Кущий говорит о том, чтобы мы доверили Ему свое будущее, но также радовались и были благодарны за все, что Он уже сделал и будет делать в нашей жизни. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец Яхве Бог Израиль благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Сегодняшний выпуск был завершающим серии «Святые осенние дни». Если вам понравилась эта серия и вы хотите приобрести ее, зайдите на наш сайт или позвоните по номеру указанному на экране. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране. Или позвоните по номеру, который вы видите на экране. И помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть своему народу приносить ему особые жертвы. И кульминацией этих осенних святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам меру добрую, утрясенную и нагнетенную. Я люблю вас и да благословит вас Бог. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7-ки. На земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса». Продолжение следует...